Практическая психология На самом деле вопросов очень много, да, потому что трудные дети, они бывают сложные, непонятные родителям, они, эта тема всегда для общества, и очень хочется не потерять, да, что подразумеваем мы с вами, когда говорим под такую формулировку, как трудные дети, ну и трудные подростки? Ну, трудные, если говорить таким доступным общечеловеческим языком, это когда у ребёнка появляется отклонение от нормы, от той нормы, которая приветствуется нашим социумом. Отклонение в поведении, да? В поведении, да, в поведении. И здесь просто можно сразу сказать, что такое норма. Давайте говорить про наше общество, про наше общество нормы, это то, что не разрушает личность самого человека и не разрушает окружающий социум. Вот это считается нормой. То есть человек может делать, ну, по большому счёту, всё, что не считается опасным, разрушающим для окружающих и для него самого. И для него самого. И если мы уже видим эти признаки, да, давайте назовём, это может быть всё, что угодно, это может быть хуриганское поведение, да, это может быть… Можно я сейчас немножко перебью, Надя, да? Всё-таки на «ты». Значит, вообще в трансактном анализе есть такие три понятия отклоняющегося поведения, так называемые три двери. Это агрессия, аутоагрессия, когда человек причиняет сам себе вред, и безумие. К безумию относятся все виды психических нарушений, расстройств, в том числе все виды зависимости. Ну, такие известные зависимости, как в том числе наркомания, алкоголизм, токсикомания, игромания, сексуальная зависимость сейчас тоже выходит на первое место. И даже некоторые любовные зависимости относятся к этому же безумию. Да, да. Просто она не так обществом… Она не настолько заметна и не настолько, может быть, чревата для общества, как вот эти виды зависимости, которые сейчас я перечислила. Хорошо. Итак, вот эти три двери. И так или иначе мы все на самом деле, подходя, например, к подростковому периоду, начинаем проверять этот мир на прочности. Ну, я так скажу, проверяют далеко не все подростки. Вообще отклоняющееся поведение начинается задолго до того, как оно вообще начинает проявляться. И формируется оно в детстве. Чаще всего мы можем уже сказать примерно к трёхлетнему возрасту, что у ребёнка сбит ориентир. А вот как это можно… Какие это критерии, признаки, да, что мы можем это увидеть? Критерия. К трём годам, знает любой психолог, любой врач-психотерапевт, психиатр, кто работает в этой области, у ребёнка формируется своё уже… Ну, начинает формироваться своя философия. Что такое мир, как можно себя вести, как нельзя, и что я могу, имея право, делать сам. Ребёнок в трёхлетнем возрасте впервые начинает говорить «я сам». Да, кризис, когда он уже проживает. Да, шнурки сам хочу завязать, пусть долго, пусть три часа буду завязать, но сам. Хочу сам прибраться, хочу сам там кружку помыть. И вот к этому моменту можно уже увидеть, что у ребёнка идёт какое-то отклонение. Чаще всего мы это видим по заявлениям родителей. Родители приходят и говорят, ребёнок перестал слушаться. Ребёнок стал очень нервным, раздражительным. У ребёнка нарушился сон. У ребёнка появилось ночное мочеиспускание, нурез. То есть он вроде в туалет ходит днём, а ночью вот он не встаёт на горшок. У ребёнка появилось заикание, у ребёнка появилось подёргивание глаза. То есть все эти нарушения, они начинают проявляться уже к трёхлетнему возрасту. Мы это уже видим, что отклоняющееся поведение начинает, имеют место быть. Да, потому что вроде бы в норме этого не должно присутствовать. И вот эти маленькие маркеры, они уже для нас, для родителей и для специалистов являются таким своего рода звоночком. И что тогда делать родителям? Ну, тут я, знаете, что хочу сказать, что когда мне говорят, спрашивают, что делать за трудным ребёнком, я всегда очень делаю такой обходной путь. Обходной путь в каком плане? То есть понятно, что ориентир сбился, понятно, что он пошёл к одной из этих дверей. Но другой вопрос, от чего он пошёл? Просто так туда не идут. Ребёнок – это часть семейной системы? Семейной, социальной, любой социальной системы. Тут и детский сад нельзя исключать, и бабушек, дедушек тоже нельзя исключать. Даже соседей иногда не стоит исключать. Поэтому в данной ситуации мы смотрим, от чего он уходит. То есть любой уход в отклоняющийся поведение – это уход от какой-то психологической травмы. Это может быть сильная психологическая травма, острая, а может быть хроническая психологическая травма. То есть ребёнок начинает принимать этот уход как норму. И здесь стоит говорить о том, что же происходило в социуме с развитием вот этой маленькой личности. Что давалось для развития этой маленькой личности. И существуют такие, ну давайте скажем, дефицитарные свойства личности. То есть тот дефицит качеств, который в принципе должен был развиться у личности, но почему-то не стал развиваться. Произошёл какой-то сбой. Какие это? Ну давайте причины. Вот например, когда ребёнка начинает сравнивать постоянно. А вот Петя, а вот Саша. Ребёнок начинает ориентироваться не что я, не кто я, а как Саша. Как Саша. Как Маша. А самое опасное сравнение – это сравнение с родителями. Я очень в последнее время часто сталкиваюсь с, ну давайте скажем, с успешными семьями, где мама успешна, папа успешен, семья, говорят, очень хорошие родители. Но вот это сравнение с папой или сравнение с мамой имеет место быть прямо с детства. А вот посмотри папа-то у тебя, а вот папа. Да, будь как папа. Будь как папа. Посмотри, мама чего достигла. Бери пример с папой, бери пример с мамой. Не позорь папу. И ребёнок начинает опять же ориентироваться не что можно или нельзя, не что хорошо или плохо, знаете, как у Маяковского, да, а чтобы угодить кому-то. То есть всё, он попереходит уже в такую зависимость от мнения значимых для него людей. У него уже не своё мнение формируется, а мнение родителей. И он будет всё время оглядываться на каких-то значимых людей, а так ли я делаю. Ну и представляете, если такой ребёнок потом попадёт в какую-нибудь компанию, где для него всезначимые, и они начнут им управлять, а он будет на них оглядываться. Естественно, он будет делать то, что ждёт от него компания. То есть он уже имеет свою точку зрения, у него уже не формируется. Не формируется. Своя философия не формируется. Вот это вот такая в хорошем смысле слова самость, да? Да, самость. Самость должна формироваться обязательно. И вот какие должны формироваться обязательно функции личности? Это значимость, нужность, чувство, что меня любят, я нужен. Уверенность в своих стремлениях, в своих целях. То есть я уверен, что если я этого хочу, я могу этого добиться, я имею на это право. Да, и плюс ко всему у меня это получится, меня поддержат. Меня поддержат. Целеустремлённость, умение просить помощи. Потому что, опять же, дефицитарное свойство личности, не жалуйся, давай сам справляйся со своими проблемами, ребёнок не готов к этому. И ведь, смотри, очень многие говорят, правильно, я так и говорю, что не проси, не бойся, давай добивайся сам. Я вроде как дать тебе воспитываю. Самостоятельность. Воспитываю. Да, и говорить слово «нет». Если ребёнок говорит «нет, я не хочу туда идти», родители просто должны слушать. То есть это не проявление мягкотелости, да? Это уважение. Это отстаивание своей точки зрения. Да, и уважение, как бы значимые люди, они ребёнку транслируют. Я уважаю твоё мнение, я уважаю твоё, даже если я не согласен, да, с этим. Ну, здесь имеется в виду, когда родители толкают какие-то там секции, там ещё что-то, ты попробуй, я не хочу, нет, ты попробуй. Вот у тебя опять папа ходил, мама ходила, и ты тоже будешь ходить. И здесь ещё важный такой момент. Вот смотрите, когда ребёнок рождается, родители спокойно воспринимают, что физически ребёнок ничего делать не умеет. Он не умеет ходить, он не умеет есть, он не умеет проявлять, просить что-то, да, и это нормально воспринимают. Но с точки зрения психологии почему-то перестают воспринимать, что ребёнок что-то не умеет. Например, в детстве ребёнок не умеет контролировать свои эмоции. И это нормально, что ребёнок заплакал и не может успокоиться, потому что он ещё не умеет это делать. Ему надо просто помочь. Ему здесь надо помочь, да, здесь необходимо быть рядом и говорить, что вот смотри, вот есть такой путь, есть такой путь, мне очень нравится способ, когда задаёшь вопрос, это большая проблема или маленькая проблема. И ребёнок всегда говорит, это маленькая проблема. А раз это маленькая, мы можем её решить? Можем, говорит, ребёнок, и мы вместе решаем эту проблему. То же самое, когда мы психологически, например, ребёнок ещё не самостоятелен. Он ещё долго не будет самостоятельен. Самостоятельность формируется к 14 годам. И то неполноценное. Это неполноценное. Да, неполноценное. И ребёнок не может делать всё сам. Вот я тут читала недавно исследование, да, проводили в нашей стране студенты МГО. И по этому тесту, по исследованиям, только люди ответили, что к 26 годам они реально себя почувствовали самостоятельными личностями. Когда они начали зарабатывать, когда у них появился свой уже какой-то капитал заработанный. Да, и когда они даже уже стали помогать своим родителям. Представляете, вот тогда только ощущение вот этого. Я самостоятельно. Я стою на своих ногах. Так что 14 лет – это вот ещё только начало. То есть он там может брать какую-то ответственность за своё поведение уже там, да? Да, да, да. То же самое мы не можем требовать от трёхлетнего или четырёхлетнего, пятилетнего ребёнка ответственного поведения. Он даже слово «ответственность» не понимает. Для него непонятно это значение слова. Категории совсем другие. Абсолютно. То есть необходимо понимать, что так вот, как мы физически воспитываем ребёнка, что мы его учим ходить, мы его учим держать ложку, мы его учим говорить буквы. Здесь то же самое касается и психологии. Его необходимо учить контролировать свои эмоции, проявлять свои эмоции, говорить о них. Самое опасное для родителей, вот опять же про девицитарное свойство личности, это если говорить, запрещать проявлять эмоции. Мальчики не плачут. Это, ну, очень, да, такое... Это прям такой путь в одну из дверей. Да, это точно. Под названием безумие. Когда девочка расплакалась, ей говорят, ты истеричка. То есть ей сразу приклеивается ирлык, а ты ещё одно дефицитарное свойство личности. Когда ребёнок маленький говорит, я хочу быть космонавтом, а ему говорят... О чём-то, спустись на землю. Давай мы с тобой будем сейчас прямо реально смотреть на вещи свои, да. Я бухгалтер, и ты будешь бухгалтером. Ну, к примеру, то есть когда обрывают любые мечты, абсолютно любые. Соответственно, вот это я сейчас всё говорю про то, как развиваются дефицитарные вот эти свойства личности, и как ребёнок, недополучая, ну, скажем, не проявляя себя, не проявляя свою вот эту самость, понравилось это слово, свою вот эту... Сдержань, да? Ценность, самоценность. Да, это вот как раз, когда не формируется самооценка. Я не знаю, кто я, себя не ценю, потому что я не понимаю, кто я на самом деле. И там очень много всего. И когда люди, ну, давайте будем говорить, социально благополучные семьи считают, что раз у меня всё есть, я ребёнка 100% всё дам, и он будет известным, там, популярным, успешным и так далее, не факт. Не факт. Самое главное, чтобы вы ребёнку дали возможность расти, развиваться. Воспитание – это не норовоучение. Воспитание – это не длительные беседы по душам, как некоторые считают. Воспитание – это питание. Ты напитываешь ребёнка тем, что он хочет. Вот мы садимся, когда обедать. Если я хочу есть борщ, я точно не буду брать себе желе. А родители часто считают, что желе полезнее. Ну, к примеру, я сейчас так очень утрированно говорю, да? И вместо того, чего хочет ребёнок, дают совершенно другое. И ребёнок даже вырастает, не понимая, чего он на самом деле хочет, да? Потому что… Да, всё время родители говорили, что нужно тебе, вот ты бери это и потребляй. Мы сейчас говорим про профилактику. Да, да. Мы сейчас говорим про профилактику. Очень много родителей столкнулись уже с этой проблемой, когда у ребёнка развивается, трудным становится ребёнок, развивается отклоняющееся поведение там. Либо ребёнок становится агрессивным, либо начинает, вот сейчас очень модно среди девочек стало себя… Аутоагрессия. Да, аутоагрессия, гофрировать тогда, иссякают себе руки. Либо ребёнок начал что-то употреблять. То есть вроде ещё как таковой зависимости нет, но он уже начинает баловаться какими-то психоактивными веществами. Что делать в этой ситуации? В этой ситуации не нужно говорить, о, всё, я неправильно воспитывалась, сейчас буду воспитывать по-другому. Вот в данной ситуации, когда уже отклоняющееся поведение возникло, перевоспитание не поможет. То есть уже поздно? Нет, давайте не будем говорить, что это поздно. Здесь вот у ребёнка уже сформировался определённый, ну давайте, адаптивный механизм. Когда ребёнок выбрал какую-то из дверей, это адаптация к этой жизни, это способ выживания. Вот в той системе, в той, да, в которой он воспитывался. В какой он воспитывался. И у него появилось очень много механизмов психологической защиты. Это как броня. То есть он оделся в кучу шуб, которые приросли к его коже. Я прямо сейчас так скажу. И когда вы сказали, о, я неправильно что-то делаю, сейчас буду по-другому, уже по-другому. Уже шубы не снять. Нет. Здесь уже нужны специалисты. И поэтому сейчас у меня обращение сразу к родителям. Если уже пошли отклонения, здесь важно посмотреть честно себе прямо в глаза и сказать, что да, что-то я когда-то сделал неправильно. Не надо там стыдиться этого, не нужно этого бояться. Действительно что-то пошло не так. Возможно, вы даже не знали, как нужно, да, тем более, что система... В школе этому не учили, в институтах тоже, там часто родители говорят. Да, и система ценностей каждый раз меняется у нас, да, в мире. Она у нас в молодежной среде часто очень прямо, она изменчива. Соответственно, здесь, во-первых, необходимо работать сразу, я всегда говорю, сразу с двумя. И с ребенком должен работать специалист, и с родителем должен работать специалист. Ребенок в это время, специалист с ним каким образом работает, он сначала помогает ребенку снять эту броню. Вот эти механизмы психологической защиты снимаются очень болезненно. Потому что ребенок сталкивается с там, сразу начинает видеть себя, я какой-то не такой, я делаю все не так, меня мама будет ругать. Он прямо начинает, вот этот откат начинается у него, да, вот эти страхи появляются. И эта броня снимается достаточно болезненно. И долго. И долго. И здесь поэтому нужна психологическая анестезия. Нужен специалист, который будет делать это аккуратно, безболезненно и не навредя ребенку. В это время родители, если занимаются специалистами, чему ему необходимо учиться? Как сейчас помогать ребенку вот с той системе адаптации, к которой он уже привык? Если ребенок, ну у него развилась агрессия, вот он достаточно стал агрессивен, как направить его, вот эту его энергию, который, вот этот адреналин, который научился у него вырабатываться в организме, в нужное русло, в конструктивное русло, чтобы он адаптировался уже в этой среде. При всем при этом испытывая, опять-таки, вот этот адреналин. Адреналин. Испытывает все, он уже, организм у него уже так, все он уже не сможет, он уже научил, это уже он адаптировался таким образом к миру. Если у него пошли какие-то, ну, самогнобления, да, он себя гнобит и так далее, там очень много существует творческих направлений. Когда у ребенка есть выход вот этой вот агрессии, которая направлена на себя, во вне, во внешнюю среду, там тоже помощь. Если у ребенка сформировалась какая-то зависимость, то есть ребенок прислушивается, давайте конструктивно будем говорить, прислушивается к мнению другого человека, чтобы он учился выбирать тот социум, где прислушиваться не просто небезопасно, а полезно. То есть выбор, выбор, учиться говорить нет вредному социуму, давайте так скажем, да, микросоциуму. Где разрушают себя люди, и он сможет себя разрушить. Да, и выбирать здоровый микросоциум. И когда ребенок в этой системе ценностей, которые у него сформировались, научится уже конструктивно формировать свою самооценку. Очень часто такие дети начинают ориентироваться в первую очередь, например, на внешность. И это не страшно, при этом вот себя не разрушает, не разрушает окружающих. Если ему нравится быть ярким, быть заметным, помогите ему в этом. Пусть он реализуется. Потому что он так научился адаптироваться к миру. Все, вы уже обратно, ребенка не родите. Да, и не изменим. Все, ну все. Потому что там уже все сформировано. Все сформировано. Но можно помочь. И здесь вот, да, и здесь необходимо учиться этому помогать. Это по-новому, это совершенно другой тип общения. И поэтому родителям тоже бывает трудно снять вот эти стереотипы, шаблоны, к которым они привыкли. Да, ты 17, 18, 19 лет, да, был родителем, и тебе казалось, что ты все делаешь правильно, а здесь оказывается раз, и ты... И надо по-другому. И все по-другому, да. Надо иначе. Родителям приходится учиться даже проявлять свои чувства и эмоции. Потому что они же запрещали ребенку проявлять чувства, там, не знаю, к примеру, злости к маме. То есть мама имела право его шлепнуть, а ребенок не имел права дать сдачи, да. И в данной ситуации родителям необходимо правильно проявлять свои эмоции. Если ты злишься, прояви их по-другому. Вот тут я начинаю понимать, когда мы говорим о том, что дети к нам приходят для того, чтобы нас чему-то научить. Да, так и есть. Это для нас это учителя и очень хорошие учителя. Ну и третий, наверное, путь я хочу сказать, что если так получилось, что ребенок у вас достаточно длительное время находился в состоянии вот этого отклоняющегося поведения, у него уже были серьезные проблемы либо с законом, либо он уже подсел на что-то, да, у него развелась какая-то зависимость серьезная. То есть это уже болезнь? То есть развелась какая-то болезненная состояние, либо он перешел в долинквентное такое слово, да, то есть нарушил закон уже юридический какой-то. И ему помогли восстановиться. Вот то, что, кстати, у нас делают вот в нашем учреждении закрытого типа, где я работаю, да. И ребенок вернулся обратно в семью. То есть, ну, во-первых, мы должны проговорить, что когда он был вот в этой системе, да, когда ему помогали, да, то есть там происходили изменения все равно, да? Конечно, конечно. То есть с ним работали специалисты, они... Каждый день. Каждый день. Круглосуточно. Круглосуточно, системно, то есть бесперерывно. Очень много специалистов с ними работают разных направлений. Здесь еще необходимо вспомнить, что родители в это время тоже не должны сидеть спокойно, что типа у меня-то проблем нет, потому что у моего ребенка нет. Просто помним, что он вышел из вашего социума, из вашего микросоциума, и у него вот эта система ценностей сформировалась именно находясь с вами. Это как, да, вы тоже такую читала статью, когда готовилась к программе с тобой. Помните о том, что этот фрукт вырос на вашей грядке. Да. На вашем саду. Да, и... А вы были почвой, да, и поэтому, когда вам приносят уже другой вариант, да, вот смотрите, тут зрелее, спелее, вкуснее, да, он может идти дальше по жизни. Был кабачок, принесли арбуз. Да, то почва-то тоже должна быть готова принять. Готова принять именно вот это, вот уже измененный, да, продукт, который вернулся. То есть родителям необходимо работать постоянно, тут специалистам необходимо подключаться тоже в первую очередь. И они, ну, как взрослый человек, должны обращаться к специалисту в этой связи. И когда вернулся изменившийся человек, здесь самое главное, на первом месте родителям не мешать. Очень часто вижу, ребёнок вернулся из какой-то вот, из такого учреждения, как наш, да, или из какого-нибудь реабилитационного центра, а родитель остался в старых системе ценностей. И он начинает напоминать, а помнишь, а всё из-за тебя, а если бы не ты, а ты помнишь, как ты себя вёл, и начинают ребёнка неосознанно утаскивать вот в то состояние, в котором он был. То есть получается, вместо того, чтобы, да, я вижу изменения в лучшую, какой-то другой, да. И мне сейчас надо подстраиваться под тебя нового, подстраиваться, понимать. То есть тут уже другие, тут психологические защиты родителей уже включаются, да? Да, да, а им очень хочется показать, что я-то всё равно остался такой значимый для тебя и должен быть значимым. А ребёнок тоже смотрит другими глазами на этого родителя. Он уже многие вещи осознаёт, с чего он не получал, недополучал его именно в этой семье или получал с избытком. Например, если говорить про избыток, знаете, когда дети балуются, говорят какие-нибудь гадости в детстве, родители, взрослые начинают эмиляться и смеяться. Ой, какой он глупенький, какой смешной. А ведь это поощрение, уже отклоняющееся поведение. Ребёнок матерится, сидит, да, нецензурно выражается в компании, все смеются. Знаете, в соцсетях выкладывают такие ещё видео. А это так тоже проявление отклоняющегося поведения. То есть идёт такое избыточное поощрение, да, отклоняющееся поведение. Или же мы, например, видим, да, когда у ребёнка была гиперопека. Да, да, да. И в проблеме кажется, ну вот, ну посмотри, всё за тебя делают, тебя посмотри, как любят, да. А это опять-таки путь тоже... Всё за него решили. Там уже у него 20 лет вперёд расписано, где будет работать кем и сколько он будет зарабатывать при этом. И когда вот ребёнок уже возвращается, да, из этой системы, он понимает, что так-то родители даже вот вроде бы делают добро, да, они на самом деле искалечили его. Он не то чтобы понимает, он не воспринимает это как добро. Он начинает воспринимать это как зло. Он начинает агрессировать на такое поведение родителей, даже если это была гиперопека. Вроде как из благих намерений. И родители начинают опять же бежать к специалистам, говорят, он такой пришёл злой, он такой на нас агрессирует. Вот здесь самое главное, я говорю, не мешайте. Вот сделайте паузу, нажмите на паузу. То есть этот процесс должен быть естественным очень, да? Естественным. И просто наблюдайте, что происходит. Больше спрашивайте ребёнка, что ты хочешь, что ты от меня ждёшь, какая помощь тебе нужна, чем я могу помочь. Потому что ребёнок-то вернулся с самовосприятием. У него появилась самость там, где он себе помогал. Он уже знает, что он умеет, как он умеет, какие у него есть значимые качества, какие у него есть таланты. Он с этим вернулся. И не надо вот это всё разрушать. Позвольте ему развиваться в этом направлении. Иногда, говорю, вот идите в сторону, дистанцируйтесь. Он пришёл практически уже по возрослевшим человекам. У него много появилось восприятия себя и то, как он вообще хочет жить в этом мире. Да, и его взгляды могут даже не пересекаться с вашими взглядами, да? Абсолютно. А вы, тем не менее, остались в той ещё старой броне, тоже со своими психологическими защитами. И всё, что происходит, вы измеряете своими собственными линеечками, да? И вот здесь надо вот этот весь инструментарий отложить. Самая, знаете, для меня самая страшная линейка, когда родители говорят, ну меня же лупили, я же человеком вырос. И у меня сразу вопрос, а как вы поняли, что вы выросли человеком? Если вы до сих пор считаете, что бить – это норма, бить – это отклонение. То есть вы практически сразу демонстрируете ребёнку, что можно проявлять отклоняющееся поведение. Это агрессия, это физическое насилие. И это не норма, это, ну, это вообще-то так-то уголовная статья. И давайте будем это чётко осознавать. Лена, скажите, когда у нас родители понимают, что хорошо, я дистанционировался, я наблюдаю всё то, что происходит у моего повзрослевшего ребёнка, но родители не устраивают, и мы понимаем, что иногда дети возвращаются под воздействием чего-либо, да, ситуаций, событий, людей, возвращаются опять к своему девиантному поведению и становятся уже вот из этих трудных подростков, трудных взрослых. Мы это с вами видим, наблюдаем. Вот здесь я хочу сказать, что… Будьте, есть какой-нибудь. Надя, вот фраза «их это не устраивает», не устраивает что? Я всегда спрашиваю. Вот, например, ребёнок вернулся и выкрасил волосы в зелёный цвет. Мама бежит, начинает, вы представляете, он выкрасил волосы в зелёный цвет, его надо заставить перекраситься, мне так стыдно выходить с ним на улицу, мне перед соседями неудобно. Проблема чья? Проблема родителя. Проблема мамы, что она начинает… Не принимает она эти все проявления. Это она зависима от мнения окружающих людей. И она хочет, чтобы ребёнок стал таким уже зависимым, а потом говорит, он у меня употребляет. Так ты этого хотела. Ты сама была зависима от мнения окружающего. Так ты начинаешь и его делать таким же. Что скажут соседи, что скажут учителя? Вот ты начинаешь прямо это вот, прямо это начинаешь транслировать. Поэтому здесь для меня всегда работа параллельная, родитель и ребёнок. Причём я предпочитаю работать с ними параллельно, не вместе. Семейная терапия – это прямо на каком-нибудь уже этапе, когда вижу, что кто-то начал меняться. Да, и кто-то уже готов. Да, кто-то готов уже услышать противоположную, например, своих родных, уже готов слушать их. Поэтому здесь, чтобы вот… Я опять всегда скажу, если что-то не вернулось, здесь необходимо опять же понимать, что если это агрессия, помочь конструктивно реализовывать эту агрессию. Я благодарна тем родителям, которые потом дети возвращаются с каких-либо мест, неважно откуда. И когда родители им помогают, например, пойти в секции, в серьёзные спортивные секции, например, бокса, кикбоксинга, да, ну, травматичный вид спорта, но родители осознают в этот момент, что только там он этот адреналин проявит. Я знаю одного молодого человека, он там начал занимать прям призовые места через три месяца, как только туда пришёл. Настолько в нём был высокий уровень этого адреналина и вот этой агрессии. То есть у него, он прям талант в этом поразился у него. Благодарна тем родителям, которые понимают, что если личность зависимая, невозможно сделать уже его независимым, свободным от чужого мнения. Он уже будет, он адаптировался таким образом. Вы сами, видимо, такие, раз он стал зависеть от мнений окружающих. Тогда помогите ему найти этот социум и удержаться в этом социуме. Вот и всё. То есть если он начинает общаться с друзьями, которые занимаются, я не знаю, там, парапланами, там, летают где-нибудь, или там занимаются водными видами какой-нибудь спорта, не мешайте ему. Не говорите, ты куда пошёл, это же страшно, ты там погибнешь, не ходи туда. Это здоровая среда этих детей. Они занимаются спортом. Ну просто помогите, чтобы у него был хороший тренер, хорошее обмундирование. Просто помогите. Понятно, что это всё стоит денег, но я думаю, что стоит вложиться в это. Один раз, чтобы ребёнок начал развиваться. Вот и всё. То есть здесь всего лишь нужна поддержка. Всего лишь поддержка. А не твоё мнение, не твоё вмешательство, не твои оценочные какие-то, да, там, факторы, да? Да. Ты просто… Вот у деда это называется «не цепляйся за свой страх». А если у ребёнка развилось безумие, так называемое, то есть какие-то психические отклонения пошли, и вам говорят, что необходимо длительное время лечения у врачей-психиатров, не нужно бояться слова «психиатр». Нужно осознавать, что отклонения есть, и ребёнку нужна сейчас помощь, чтобы во взрослом периоде он не ушёл в какой-нибудь… Не туда, куда надо. Да, не туда, куда надо, да, со своими психическими вот этими расстройствами, да, и нарушениями. Поэтому вот этого бояться не нужно, нужно перешагнуть через себя, через этот страх, что скажут, у меня же сын к психиатрам ходит. Пусть он походит лучше в подростковом возрасте, нежели потом во взрослом возрасте под действием своих психических каких-то серьёзных нарушений совершить нечто, что, ну, разрушить не только его жизнь, а жизнь ещё кого бы то ни было, да, с тобой может столкнуться в этой жизни. Поэтому здесь необходимо вот это вот, знаете, для меня взрослый человек – это осознанный человек, который осознаёт каждое своё действие. Если я делаю, что я… Для чего я это делаю, и что это принесёт моему ребёнку? Это первый момент. Это взрослый, взрослый родитель. И ответственный родитель, который отвечает за свои поступки. Если я это сделал, я несу ответственность за то, что я сделал для своего ребёнка. Если я его поколотил, я несу ответственность за то, что ребёнок стал агрессивным. Если я ему запрещаю общаться со своими сверстниками, с адекватными, просто не разрешаю ей всё, потому что вот тебе надо уроки делать. Потому что я так решила. Да, я несу ответственность за то, что у него развиётся одиночество и может развиться депрессия. Вот это называется осознанность и ответственность. Тогда для меня это получается адекватный взрослый родитель, который может действительно ребёнку дать. Именно его напитать. Вот смотри, да, правильно сказала. Воспитание – это своего рода питание. И часто мы встречаем родителей, да и периодически сами такие бываем, когда понимаем, что вроде бы ты много добра делаешь своему ребёнку, а это добро оборачиваться потом совсем и недобром детям. Вот к чему мы стремимся? В идеале мы все хотим, чтобы наши дети были счастливы, здоровы, чтобы они реализовались. Ну, каждый там что-то своё, да? Но мы должны чётко понимать, что у каждого формула счастья своя, здоровье тоже своё, да? И даже состояние критерия успешности – это тоже своё. Например, я бы видела там своих детей в этой области успешно, да? Они говорят, а мы будем там просто поварами, хорошими поварами, образно говоря, и всё, да? И некоторые же родители говорят, как он или она у меня могут быть там просто вот… Так это потому, что родители, вот неосознанные родители, которые не до конца осознают свои действия, счастье-то желают не столько ребёнку, сколько себе. Им важно, это мой ребёнок стал талантлив, это мой ребёнок начал раньше всех читать, это мой ребёнок занял какие-то там призовые места в спорте. То есть это называется… То есть не для ребёнка делается о том, что я хороший родитель. То есть не для ребёнка это делает. Следовательно, родитель, вот давайте сейчас попробуем, да, вот прям сформировать. То есть у родителя должна быть задача, не я хороший, да? Да. А как тогда? Какой способ? А ребёнок счастливый. Счастливый ребёнок. Если я вижу ребёнка счастливым, даже если он там… Не соответствует моим там ожиданиям каким-то… Как мне однажды сын сказал ещё в школе, ты знаешь, мам, дворники тоже люди. Да, если он счастливый дворник, я тоже от этого счастлив. Поэтому в данной ситуации именно родитель, давайте скажем так, должен оставаться в тени. Ребёнок идёт вперёд, это его путь. А родители в тени, он его в детстве корректирует, защищает, оперегает от каких-то опасностей, потому что ребёнок какой-то… На каком-то этапе жизни чувствует… Да, чувствует свой… Не защищён. Не защищён, да, он ещё не умеет это себя отстаивать, да, а не выпячивать себя. Если ты начал выпячивать себя, родителю я говорю, если ты начинаешь говорить, что у меня там мой сын, там моя дочь и так далее, значит, ты это делал для себя. Попробуй просто говорить, он счастлив. Если вот я вижу, что он счастлив, он улыбается и поворачивается к тебе, к родителю и говорит, мам, спасибо, пап, спасибо. Вы мне так помогли, я так счастлив. Вот это лучшая похвала для родителя. Хорошо, Лена, спасибо большое. А может быть, что-то мы посоветуем посмотреть нашим, почитать, вот если вот прям что-то пришло, первое, что приходит в голову? Ну, первое мне пришло в голову посмотреть фильм «Не любовь». Вот про равнодушие родителей, про равнодушие родителям. Ну, он тяжёлый такой фильм. Он тяжёлый фильм. И поэтому пока без детей смотреть. Конечно, я для родителей советую, я советую для родителей. Если почитать, мне очень нравится «Экслейн». «Экслейн» написала книгу. Вот теперь забыла название. Ну, ничего, мы тогда напишем, ищите нас в социальных сетях, да? Мы обязательно напишем рекомендации, что можно почитать и посмотреть. Да, рекомендации, она там пишет как раз про мальчика, который воспитывался в трудной ситуации с отцом, то есть отец был достаточно тяжёлый, выгнал свою линию, и она с ним начинает заниматься… А, «Семейная терапия в действии» называется. И там как раз… Она в таком художественном стиле, эта книга, и там как раз про то, как ребёнку помогла психотерапевт, просто наблюдая, как он играет, просто задавая вопросы. Вопросы. Да. И как она потом описывает, каким он стал, какой личностью он стал, и как он отошёл от папы в итоге всего. Всё, что она делала, это наблюдала, и просто была рядом. Вот и всё. Просто была рядом. Ещё один фильм можно посмотреть, «Одной любви недостаточно». Да, «Одной любви недостаточно». Тоже хороший фильм, да. Так что, друзья, читайте, развивайтесь, интересуйтесь собой и своими детьми, и пусть в вашей жизни всё будет хорошо. Это была программа «Практическая психология». Сегодня у меня в гостях Елена Шарова, руководитель медицинской службы Орловского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, врач-психиатр, нарколог. Лена, всегда рада бываю тебя видеть, слышать, и до новых встреч. До новых встреч. Спасибо, Надя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова